Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет, теперь все вообще Отсюда появилась энергия, захотелось развивать школу Захотелось зарабатывать деньги Нет, конечно Вы хотите детей? Я, естественно, я планирую в будущем детей А от меня готовы? Пока нет А что надо, чтобы готова была? Нет, ну надо же узнать Ну как может женщина через минуту знакомства сообщить, что она хочет от мужчины? Ой, от некоторых посмотришь, и я готова была Юль, что вы так потушуетесь-то? Вы симпатичная москвичка, да? Я из Королёва Хочет выглядеть лучше, чем... Молодой на свадьбу, да? Ну да, если бы была такая возможность, я был бы первым Ну молодой, 27 лет всего Скажите, однажды вы пошли с ней на свадьбу? Мы пошли с ней Она, в принципе, не нравилась вашим друзьям, да, никому? Нет, друзьям она нравилась И мы отдыхали вместе с её друзьями и с моими, ну в основном с моими друзьями А что она там на свадьбе-то отчебучила? А на свадьбе получилось так, что она меня попросила налить напиток Я ей налил, и во время тоста, когда мы стали выпивать Оказалось, это не тот напиток Уксус Который она просила мне налить Вы так решили пошутить Была обычная вода Ну, я на самом деле не шутил Я ей искренне наливал тот напиток, который она у меня просила И что, вот из-за этой ерунды она что? Из-за этой ерунды она обиделась, да И со мной не разговаривала в течение вечера И даже... Я бы тоже обиделась, если бы я попросила стакан водки А мне бы налили стакан воды А я бы ищу балловась А я бы ищу балловась, подумала, что что-то происходит с организмом Не жалко, да, то есть водка там Водки, стакан, конечно Она просто там рекой лилась на этой свадьбе Просто не хотели, чтобы ваша барышня стаканами ее кушала? Нет, это серьезный повод Потому что когда ты уже настроился вот это вот, скушать стакан-то И вдруг тебе вода Это не на один день может испортить так настроение Сереж, вы должны были призадуматься Ну, смотря, как девушка себя преподносит Ничего, из-за этого расстались? Слава тебе, Господи, что расстались Нет, не из-за этого мы расстались А из-за чего? Мы расстались, мы ссорились очень часто После очередной ссоры Мы вместе с ней общались Я решил с ней приехать поговорить Я приехал уже, дело было позднее И когда я увидел Я, во-первых, что мне бросилось в глаза Это то, что она была одета полностью не в свою одежду А там была мужская футболка Мужские шорты Мужские шлепки И когда я только начал с ней разговаривать Я еще понял, что она мало того, что не в своей одежде Так она еще и навеселе Правильно, потому что тот-то ей наливал вместо воды То, что надо, то, что праздник А потом они играли в раздевание А потом в одевание Потом я ей предложил отвезти ее домой На что она сказала, что она очень устала и хочет спать И предложила мне остаться у них дома Ну, естественно, я не согласился Но я ее проводил до квартиры И когда я увидел, что это однокопленная квартира В которой стоит всего одна кровать Ну, тут... Нет, она правильная девушка И простуду она с молодым человеком лечила в бане Да? И простуду она лечила с молодым своим бывшим человеком тоже в бане А как ее по-другому вылечить, что простуду? Только стакан? Либо стакан, либо сауна, да Но она молодая Нет, как он вообще на нее внимание обратил? А все сделал правильно Пришел солидно одетый, серьезный такой Все свое богатство показал Уж точно голодать с ним не будете Вы королевична, а он пускай вот такой вот будет Классно, зато сразу просто вот И прописки, все остальное И мама не против Отрицательные героини современных сериалов выглядят так Такие щучки приезжают и находят вот таких, как Андрюша Облапошивает их Заполучает все А потом выходит замуж по любви О, паньки Как тебе, Вась, Женя? Ну, на самом деле, это такой вальяжный, неспешный, несуетный представитель семейства кошачьих львиного Который вам все-таки подходит В нем, поверьте мне, есть и харизма, и темперамент, которые, может быть, не сразу, но проявятся через какое-то время К нему имеет смысл присмотреться определенно Хотя, действительно, внешне есть ощущение, что это непривычный для вас Стиль, тип поведения Ты ее хотел сделать приятно, а она это почувствовала Ну, я вызвала у нее улыбку Заставила страдать женщину, ребенка Это был выбор мужчины, это был не ее выбор Почему всегда женщина может закрыть дверь под носом и сказать, возвращайся в семью Всегда женщина может стать Вот, знаете, как хорошо говорить про друга Игорь Вопросы не к Наташи, а к ее мужчине Да К татарину И что? Татарин Что же мне? Роза, татары вот такие люди К мужчине нет никаких вопросов, потому что для них... Ему надо было определяться, ему надо было определяться, а не ей Ему надо было определяться Он определился, так ей это устроило Татарам можно туда-сюда Он же из семи не ушел, всех содержал А это мы, кстати, не знаем, содержал, он не содержал Хорошо, вы не будете, если у вас все сложится упрекать, не будете все время сравнивать? А здесь вообще упрекать ни в чем никого нельзя Вот видишь, молодец, правильно Совершенно правильно говорит Я тут досье прочитала Вы изучаете древнекитайское учение даосизма Это что такое? Даосизм это, так сказать, древнекитайская наука о любви Ага, разве? Каким образом, да А разве это не философское учение? Нет, это как достичь мультиоргазма Это как достичь мультиоргазма, правильно? Вот куда вы будете все свои деньги вкладывать Этим конкретно увлекаетесь Этим узким направлением Сколько там по времени-то? Если говорить конкретно, до шести, до семи часов чистого оргазма Опаньки, девочки, зачем ему работать? А потом все, потом просто этот человек же умирает А может как раз он свою на это ты подсадил, бедный наркоман встал? Наоборот, она его ведь не подпускала близко к себе Ну, после одного сеанса А практика была? Девочки, оживили сразу Шесть-семь часов Смотри, как загорелось у всех Развратили А сколько было? Я тут танцевал сто часов, а у нас сколько часа Ну ладно, проедем Какой ужас Нет, я боюсь, что после этого долго не нужно ничего уже Ты уже все планы Я бы уже репертуарную книжку здесь сразу бы в голове Проверила бы текст в это время А я все время бы изображала Говорила, да-да, ага Так, завтра надо Верке не забыть позвонить Зачем взять с собой тупик Ага, дорогой, конечно Ужас, зачем? Это как с утра на завтрак торт Они считают, что это сохраняет здоровье Вообще, даосы помешаны на долголетии И они считают, что вот эти мужские хитрости, ужасы эти Они сохраняют мужчинам здоровье Только женщинам это не нужно, поверьте Он очень сложный человек Интересный, но сложный Саня, вот так вот честно Вот мне вот чисто по-женски Вот весь 7-часовой орган А после этого пастирушка Она еще погладить нужно И у детей проверить уроки Ты не то, что ты после 5-минутного на дрожащих ногах Уже там ничего, у тебя все из рук валька А 7-часового А, Лариса Тут нужно говорить с одной единственной поправкой Он говорит про свое состояние А не про женщину Это у него три часа Нет, я говорю чисто про женщину Про женщину? Я думаю, он это про себя говорит То есть точно не до пастирушки А ты смотри, как всех зацепило Да Если говорить про практику Нет, про вашу бывшую Про бывшую, хорошо Хорошо Так вы же все возвращает Не те акценты, хорошо Об этом в другой передаче Ну так вот Значит, про бывшую Почему не подпускала? Ну Она своеобразная женщина была Да Она была скрытная очень Да И она не знала Одна не знала, что женат Другая девушка не знала, что сексанты Ну а что за наимняк такой? Когда начались первые звоночки? Когда вы стали догадываться? Смотрите, изначально получилось так, что он перестал за собой как-то следить, ухаживать И я что-то подумала, что это как-то странно Потом, значит, он стал пропадать У него какие-то появились командировки Потом, случайно, я залезла в компьютер наш общий И увидела видео, которое меня, конечно, немножко повергло в шок Да, то есть это на видео было, значит, молодые люди с девушками Это уже смеркалось, сумерки Вот, горел костер И вокруг этого костра они бегали, танцевали какие-то непонятные для меня танцы Вот, и... Ну, может, на катере по стакану-то и изгаляться-то Кто это? Чего не станцуешь? Нет, конечно Фольклор народный Да нет, да нет Что наиману попало было Ну что же странного? Ну прыгали, даже если они голые прыгали Ну, по молодости Кто это? Вы развлекались уже Он у меня был старше Ну какой по молодости? Ему там уже было 28 А вы ему не задали вопрос? Если сильно перепугались, почему его чемодан не собрали? Ну, я решила сначала поговорить Поговорили? Да, поговорила Сначала он меня успокоил Сказал, что все в порядке, Наташа, что ты зря переживаешь Все хорошо Ну, если чтобы ты убедилась в этом Пойдем со мной вместе сходим Ну, сходи Пошли Да, я пошла Ну, я постоянно... Мне сначала хотели, да, то есть вместе с ними там скакать, прыгать Я говорю, нет, давайте я в сторонке постою, посмотрю Сколько вам было лет? Мне было 22 года И ему, соответственно, да? Он был у меня постарше, ему было где-то 26-27 лет А попить ничего не дали? Подождите секундочку И что вот вы туда пришли? Действительно правильно мне задали вопрос И попить мне ничего не дали? Дали Пытались дать Я ничего не стала пить А вам предлагали что? Какой-то алкогольный напиток непонятного какого-то запаха Много было народа? Ну да, человек 20 Как вы узнали, что это сатанисты? Была произнесена фраза, точнее слово, имя Люцифер Какой ужас Да, и вот после вот этого я, конечно, услышав это Откуда ты еще не возьми, сделалась кровь И они начали себя ей этой кровью мазать Аааа, боже мой Смотрите, у нас ничего еще истории, я вам могу сказать Люциферов не было Скажи, почему Наташа после этого не сделала ноги? Почему не убежала, не собрала? Да может быть, даже вещи оставила Любила я его, были у меня к нему чувства Я не могла вот так вот разорвать Скажите, ну а как же принципы внутренние, ну не все Были, да, да, были принципы И ходила с батюшкой разговаривала А батюшка что-то сказала? Предложил привезти его Да, привезти, если не крещен, значит покрестить, исповедоваться и так далее И вы когда предложили этому своему молодому человеку? Нет, нет Мне кажется, ужасно, да, сказывается на психике вообще, если так Я не могла с этим вопросом, и для меня это до сих пор осталось нерешенной темой А мне, знаете, какая вот есть версия у меня? Мне, правда, по молодости лет муж говорил, я приняла в сведению Говорит, лесом пахнешь же, я говорю, почему? А деколон такой, нет, лежишь как бревно Понимаете? Все возможно Может, вы как раз не темпераментная в этом же А мужчине же молодой, ему же надо, поэтому медитировать Вот и забил Может быть, у вас причина, Тань? Возможно, я не сомневаюсь, что в тот момент я не совсем выросла, не поняла, что мне нужно от жизни Но я не скрою того, что я его любила А сейчас знаете? Сейчас я выросла, я посмотрела на отношения, опыта набралась, конечно, и сейчас я знаю, что мне нужно от жизни Вот кроме того, чтобы у мужчины была трехдневная щетина, что вам еще нужно? Мне очень важно, чтобы я чувствовала себя с мужчиной в своей тарелке Чтобы не было, прожила, никогда у меня такого красавца не было и не будет уже Вот с таким телом, с такими татуировочками Хоть глаз бы порадовал Спасибо Говорят, танцуете так, что глаза могут лопнуть Ну, можем, да Показали бы вот эту красоту, хотя бы еще нам по-стариковски оставить Вот тут посмотреть, а? Максим, слабой? Это день, чтобы... Дура ты, для меня весла Я что, тебе так нравится, с улицы, что ли? Я уже забыла это Да сейчас прям Может, она воспользоваться служебным положением для нас? Это тебе и девушка посмотрит А вы для нее, как бы... Не надо для меня, для нее не надо Максим Музычку поставим, конечно Максим, только чтоб как в кино, вот это прям бле-бле А, вот так, в мою сторону можно Я попробую, конечно Ой, Максим, Максим Мама дорогая Музыка 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 Я же говорю, деньги нужно, надо будет только припятать То, что у него хорошее целосложение Да ладно, я тут про душевную боль Душевная боль дороже стоит Максим, сколько было лет, когда женился? 29-30 лет Ну, уже не мальчик Тоже была, небось, красавица Красавица, да Очень красивая А на каком году жизни решили, что, в общем-то, можно попараллелить? У вас ведь был не треугольник, любовный, а квадрат Наверное, где-то через года четыре И то и не я решила, что можно попараллелить Просто я как бы всегда был в семье, все в семью, работаем Ну, то есть Ну, то, что немножечко там на сторону сходила Ты же вообще не в счет А куда такое же? Нельзя же одной, она же подавится Ну, да И что? А у нее кто появился? Ну, у нее появился там кто-то, да, такой Попроще, надеюсь? Ну, да Или коллега? Нет, попроще А можешь тут еще поиграть? Вот так вот Вот так Игорь, а у тебя душа красивая Дима, коллега мой тоже Да? Да, может До Димона очередь дойдет До Димона дойдет До всех дойдет Я так рада за вас Я когда прочитала в требовании, что вы хотите, чтобы ваша жена видела людей насквозь Я почему сразу Лариса представила Но даже не это Самое главное, чтобы она инквизитором была О! 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 О чем человек мечтает Скажите, а что там было на фотографиях вашей возлюбленной? Что вы ей потом распилили? Она выложила фотографии своего корпоратива в социальную сеть И фотографии там не в лучшем виде Корпоратив был в самом разгаре Да, Волочка Вот что бы там ни было на этих фотографиях Вот я считаю самой большой глупостью, когда человек все выкладывает в интернет Я в лифте Абсолютно согласен Я кушаю, вот эта взрослая тетя известная из телевизора Я кушаю мороженое Это зачем? Скажите, ты что сегодня? Я этого тоже не понимаю и не могу понять А что там было на фотографиях? Она сидела в директорском кресле и по ноге на ручках от кресла что ли? Да нет, просто ее приобнимали ее коллеги И я считаю, что это ненормально Ну бывает так на работе, мы все тут встречаемся по 40 раз в день, со всеми целуемся Может быть они фотографии поближе сдвинулись, чтобы войти в кадр все вместе? Да, сблизились, утнулись носом друг к другу Что будет выше, если никто не будет обращать внимание на твою женщину? Арабские Эмираты его ждут Я собственник и я считаю, что если женщина моя, то она должна быть только моей Смотрите, она там уходила иногда по телефону долго-долго, там же ты разговаривала с коллегами Да, так и было, это постоянно А вам нет, чтобы один раз превратиться в ух одну и подслушать, о чем она там говорит? Вы ей выпиливали мозг Я не такой, я хочу, я требую того, чего я хочу Я не считаю, что я должен слушать ее разговоры, мне это ни к чему Ну вам же хотелось знать, почему они звонят? Мне хотелось, чтобы они ей не звонили Слушайте, а если они по делу звонят, ну всякое бывает, выходные Ну, когда по делу, можно четко поставить себе цели, прийти к консенсусу, но никак не хихикать Здравствуйте, Маша, здравствуйте, Валера Вы принесли документы, принес, до свидания, Маша, до свидания, Валера Ну как? Ну не совсем так, вы утрируете А вы знаете, когда коллеги друг друга обсуждают, кого-нибудь третьего из своих коллег Все хихикуют, все игриво настроены Я не думаю, что в ее адрес сыпались какие-то безумные комплименты А кем она работала, кстати? Она работала топ-менеджером в банке А что там смешного-то? Да она просто сплетничала с кем-то и все про начальника Ты знаешь, как он чай пил? И дурно ложечкой стучал Нет, было на самом деле не так И мне кажется, что... Расскажите, а как было? Ну у нее было несколько человек в подчинении И мне кажется, что она с одним из них кокетничала Потому что на всех фотографиях, по крайней мере, на корпоративе она с ним А почему она с вами-то тогда жила? Ну, говорила, что любила А может с вами выгодно? А на вашей территории жили мы? Да, на моей Во! А содержали вы по-де? Ну нет, пополам Ну как бы, знаете... Ну как, а на себе-себе, да? А та, вы какая-то... А все как на всех Владимир, может она просто в профессиональном плане вас обскакала? И вы ревновали ее не столько к сотрудникам, сколько и к успехам в банке? Да ну нет, знаете, работа у нас осталась на работе А дом у нас был все-таки домом Мы не сильно обсуждали друг другу успехи Владимир, но ушла-то она от вас А не вы от ревности ее бросили Она не вынесла уже этого бесконечного полоскания Видимо, я ее слишком сильно любил для того, чтобы ее бросить Владимир, а как вы считаете, вы уже отревновали? Да, отревновал Блин, невозможно слишком сильно любить Можно либо любить человека, либо просто не любить А нравится Леночка? Ну, у меня есть что-то интересное А возраст не смущает? Возраст? А новогодняя разница? Да, знаете, на самом деле возраст, мне кажется... Ты знаешь, как постареет быстро Через пять лет будет выйти на полтине И вот эта кожа скрючит всего Морщины появятся Нет, если будет давать повод А вот мне, вы говорите, что глупый человек не выживет просто Он хочет в любви страдания, он хочет живого чувства Вроде бы все правильно говорил, но он нуждается, чтобы отношения были на нерве Чтобы были поводы эти отношения повыяснять Но не будет ревности, будут другие конфликты и скандалы Замечу, не он из отношений выскочил, как пробка А девушка уже просто не вынесла этого внимания души Есть девушки, которым это будет приятно Которым кажется, что они живут, когда отношения все время меняются Когда они на нерве, на надрыве И он такой же Ты знаешь, какой он в старости будет чудовище? Это самый сексуальный тип на самом деле Это люди, которые прекрасно реализуются в активных сексуальных отношениях И у них бывает, кстати, меньше конфликтов, когда жизнь... В активных сексуальных отношениях? Я должна это переварить, Вась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!